What we do here is go back Строительство дома из газоблоков К таковым относятся газобетон и пенобетон Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона Его характеристик, преимуществ и недостатков Несмотря на противоречивые мнения, любой строматериал имеет плюсы и минусы Газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве Строительство дома из газобетона гарантирует, что такие здания простоят не меньше сотни лет При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича Недорого, это вовсе не означает плохо Кстати, иногда совершенно наоборот Конечно, такой показатель строка службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов А за аксиому принято рекомендованная технология строительства дома из газобетона Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы То новичкам желательно выполнить работу самостоятельно Требуется пошаговая инструкция от А до Я От фундамента до крыши Строительство дома из газобетонных блоков Чтобы добиться хорошего результата, даже без опыта строительства Нужно выполнить работу поэтапно Первое, это расчет количества материала на дом Сколько потребуется от строения материала Какой толщины делать стены Сколько блоков клея и арматуры подготовить Для строительства газобетонных блоков дома из газобетона Нужна арматура диаметром 6,8-10 мм Клеевые растворы для кладки газобетона Материал для устройства фундамента Бетон, щебень, песок, арматура, сваи, столбы и т.д. Количество и вид определяются видом фундамента Плиты перекрытия при необходимости Пиломатериалы для стропильной системы крыши и опалубки Кровельный материал и сопутствующие ему материалы Гидроизоляционная пленка, фанера, ОСБ, метизы и т.п. Толщина стен из газобетона и расчет ее На количество блоков влияет толщина газобетона стены Которая определяется еще на стадии проектирования Чтобы рассчитать какой толщины должна быть стена из газобетона Нужно принять во внимание ряд факторов Климатические условия, количество осадков, силы и направление ветра Среднегодовая температура Данные берутся из справочников управления архитектурой Вид клеевого состава При использовании клея для газобетона Это готовая кладочная смесь Толщина слоя равна 2-3 мм Что снижает потери тепла При использовании традиционного цементного раствора Увеличивает предполагаемый вид внешней отделки Наличие облицовки снижает потери тепла Мощность отопления, которая варьируется в зависимости от региона Например, в Москве и области Мощность составляет 6000 Она определяется через показатель ГСОП Градус сутки отопительного периода И для каждого региона указана в справочнике Для получения данных следует обращаться в управление архитектурой По месту строительства В частном строительстве этот показатель определяется Мощностью системы отопления дома Указанной в проектной документации Плотность газобетонного блока Д300, 400, 500 или 600 Которая определяет его теплопроводность Норматив сопротивления стены теплопередачи Составляет минимум 3,2 Данные для определения в конкретном регионе Можно подчеркнуть из СНИП 23-02-2003 Инструменты для строительства дома Это уровень, отвес, угольник, пила, ручная Предпочтительно с победитовыми накоречниками В противном случае обычная быстро придет в негодность Рубанок, терка или слифоваренная доска, киянка Ручной штраборез для газобетона Предназначен для прорезки канавок под арматуру анкеров разводки коммуникаций Щетка для удаления пыли после штрабореза Сверла винтовые и перьевые Емкость и дрель с насадкой миксер для замешивания раствора Мастерок, шпатель для нанесения раствора или каретка для нанесения клея Направляющий шаблон, угольник, упростит резку газобетонных блоков в дверных или оконных проемах А также откосов и при формировании полукруглых элементов Одновременно с расчетами и покупкой материала Производится очистка места под будущую постройку Вывоз мусора, устранение деревьев, снятие при необходимости слоя почвы и т.п. Устройство фундамента под дом из газобетонных блоков обязательно условия, определяющие долговечность функционирования постройки Несмотря на легкость и счастье этого бетона, не стоит думать, что подойдет любой фундамент На выбор окажут влияние несколько факторов Регион проживания определяет глубину промерзания грунта Состояние почвы, уровень залегания грунтовых вод Рельеф демельного участка под строительство Возможности владельца и т.п. Более подробный обзор типа фундамента для газобетона Даст возможность принять взвешенные решения с учетом экономических и технических факторов Учитывая гигроскопичность газобетона, очевидно, что он нуждается в защите со всех сторон Со стороны фундамента, роль защитника, призванные влиять цоколь и отмостка Несмотря на то, что минимальная высота цоколя фундамента над землей Сочетается 500 мм при жесткой отмостке бетон-асфальт И 300 мм при мягкой отмостке из тротуарной плитки В случае с газобетоном лучше увеличить этот параметр Согласно отзывам пользователей, высота цоколя для дома из газобетона должна составлять 500-800 мм При этом большинство считает, что бетонную отмостку вообще делать не стоит Устройство отмостка выполняется через год после строительства цоколя За это время произойдут подвижки земли, усадка, а значит отмостка будет надежнее Далее кладка стены газобетона своими руками Рассмотрим последовательность работы Специфика кладки газобетона броков заключается в том, что они более легкие А значит не будут выдавливать раствор Именно поэтому основное внимание при укладке следует уделять толщине шва А после выкладывания каждого ряда проверять качество укладки уровнем И выравнивать, подгонять с помощью рубанка или терки На практике используются два состава Клей и классическая цементно-печатная смесь Но недавно появился третий вариант Полиуретановый клей в баллонах Клеющая пена для ячейства бетона Предпочтительно использовать для кладки газобетона специальный клей Он обладает несколькими преимуществами Возможно сделать более тонкий слой Снизить площадь теплой потери Упростить замес клея Сделать шов визуально более аккуратным Более детально об этом можно почитать в книге Александра Горшкова Влияние растворных швов вкладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона Клеевая смесь консистенции густой сметаны Наносится на предварительно смоченную горизонтальную поверхность вкладки стены С помощью шпателя, мастерка или каретки Затем кладочная смесь равняется зубчатым шпателем Который имеет ширину, равную ширине блока Далее на раствор устанавливается блок Его нужно уложить правильно Проверить точность установки уровня Если блок имеет захваты для рук Следует установить блок Залить водой вместо соединения А затем выполнить клеевой смесь При необходимости блок Можно скорректировать путем постукывания Использованием резиного молотка Кладь блоки можно при температуре не ниже плюс Минус пяти градусов И не ниже нуля-нуля градусов С использованием летнего клея Или бетонного раствора Корректировать блоки можно в течение пяти-пятнадцати минут После укладки Межкомнатные перегородки Выкладываются блоками толщиной 100-200 мм Толщина блока накладывается Отпечаток на выбор высоты перегородки Используя блок толщиной в 100 мм Можно выразить стену высотой до 3 метров В 200 мм высота возрастает до 5 метров Перегородки выражены без перевязки С несущими стенами крепятся к наружным стенам С помощью Т-образных анкеров Кладка перегородок и внутренних стен из газоблока Через сколько рядов производить армирование газобетона Армирование делается для каждого четвертого ряда и подоконного ряда газоблок Выбирая материал для перекрытия Можно не ограничивать себя Ведь газобетон позволяет использовать Любой из предоставленных на рынке Наиболее популярны деревянные и монолитные перекрытия Для устройства деревянных перекрытий Нужно сделать кольцевое по периметру сторонения армопояс На газобетоне под деревянные балки перекрытия Для изготовления армирующей пояса Используют 2-образные блоки В которые на 250 мм заводятся балки из дерева Желательно, чтобы длина упора деревянной балки равнялась ее высоте Пиломатериал изолируется при этом Его торцы остаются открытыми Стропильная система устраивается в зависимости от вида кровли И выбранного кровельного материала Обязательным является правило крепления скатной кровли к газоблоку Непосредством маурлата Утеплять или нет дом из газобетона Решается с учетом региона Толщина блоков D300, D375, D400 и возможности Если для укладки газобетонных блоков применяется традиционный бетонный раствор Утепление нужно выполнять обязательно Так как толщина шва велика А все вместе они создают значительную площадь, через которую уходит тепло Внешняя отделка не является обязательным этапом Ведь сам по себе газобетон может без ущерба Переносить воздействие влаги и других атмосферных влиявлений Но в случае замерзания намокшего бетона Он теряет свои свойства И может покрыться сеткой малоприятных трещин Чтобы устранить вероятность развития таких событий А также придать коттеджу более красивый внешний вид Прибегают к облицовке газобетонных стен снаружи Это сайдинг или пластиковые панели Облицовочный кирпич или натуральный камень Фасадная штукатурка Это наиболее популярный метод отделки дома из газобетона Выбирая материал важно, чтобы он обеспечил возможность вентиляции стен И обладал такими свойствами, как морозоустойчивость и водонепроницаемость На длительность работ существенное влияние оказывает сложность проекта дома Степень механизации работ Опыт и количество задействованных в строительстве исполнителей Итак, подготовившись теоретически Можно смело приступать к практике Строительству коттеджа или дома из газоблоков своими руками До новых встреч! Спасибо за просмотр!